Приветствую вас. Толкование сновидений является очень деликатным процессом, потому что это интимно, это касается зачастую самых глубоких пластов бессознательного. И человеку в общем и целом далеко не всегда приятно узнать о том, что может означать тот или иной его сон. Поэтому я думаю, что для грамотного, именно грамотного рукования вашего сновидения необходимо, чтобы вы поделились некоторой информацией относительно себя, своей жизни, своего отца, который, к сожалению, больше не с вами. И так далее. Например, как вы пережили его уход, переживаете ли вы до сих пор, какие у вас были с ним отношения, чего вам не хватало в этих отношениях, с ним, с отцом я имею ввиду, и так далее. Все эти вещи очень важны и напрямую указывают на значение вашего сна. На мой взгляд, именно конкретно этот сон и конкретно эта ситуация, которая вам представила, может означать, что вы в своем подсознании можете считать, что папе было лучше с кем-то где-то, чем с вами. И собака, это как бы в вашем представлении, ну, такая, как своего рода, знаете, в вашем представлении, это такая, как своего рода любовь, проявление любви, знаете. Ну, вот, папа был с, ну, не с вами, да, папа был не с нами, а с другими людьми, потому что вот у папы были такие хорошие, например, друзья, или такие хорошие люди, ну, а мы, мы, соответственно, ему ничего этого дать не могли. И самое главное, что ничего не могла дать ему именно я, думаете вы, как бы про себя. Это, пожалуй, и является ключевым моментом того, что вам-то от папы было нужно внимания. И поскольку от папы внимания вы не получали, то подразумевательно вы хотели получить внимание от тех, с кем ваш папа находился. Потому что вы думали, что раз он с ними, ну, то, соответственно, наверное, ему самимы там лучше. Конечно, это всего лишь гипотеза, это всего лишь гипотеза, и, на мой взгляд, у этой гипотезы есть много допущений, много таких позиций, которые очень легко оспорить, достаточно просто сказать, что ваш папа был с именином, все время посвящал вам, и ни по каким друзьям, да, не ходил, не гулял, ничего такого не было. Ну, кто знает, может быть, в этом случае вы хотели себе собаку, например, но узнали, что папа вам никогда ее бы не купил и не позволил. А незнакомый мужчина, например, это именно тот, кто, по вашему мнению, мог дать вам собаку. Или подарить или просто дать. Вот. На самом деле очень много есть вариантов, и вот так просто основывается на такой информации, краткой информации. Нельзя сказать, что это нашество отцов, но просто потому, что визуальный ряд у снов, как это ни парадоксально звучит, вполне себе может быть похожим, а вот значение у сновидений, как правило, очень-очень разное. И если значение у сновидений разное, то его нужно и толковать очень деликатно. Так что, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы узнать, что наш ваш фонд, то я рекомендую вам в однозначно в порядке обратиться к психологу и приватно с ним обо всем поговорить. Одна-две консультации, вот, сделать ваш сон вполне себе понятным, он вполне себе ясным, вот, и, соответственно, проблем не будет никаких. Ну, именно вот, в понимании этого сна. Хочется также отметить, что сны – это желание, это то, чего вы хотите. То есть, сон – это что-то вроде как компромисса между тем, чего хочет человек, и тем, что он, ну, получить по тем или иным причинам не может. Вот. Соответственно, соответственно, я бы рекомендовал вам конкретно в этом случае продамыслить над тем, как вы себя чувствовали в этом сновидении. То есть, чувствовали ли вы себя хорошо, свободно, спокойно, или наоборот, вы боялись чего-то, ощущали тревогу и так далее. Все это может указать на природу вашего сновидения, на его значение. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полюбен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.